Здесь, на этих позициях, в это время находился второй батальон 28-й бригады. Военные, говоря, стреляли с той стороны из танков, а там находилось два БМП. Со стороны шахт работали снайперы. Вышло с этих позиций 8 человек, один погиб на этом месте. Украинские военнослужащие отмечают, никто Марьинку не захватывал. Попытка наступления была остановлена. Здесь мы продержались в этом доме 6 часов. Потом отступили и буквально через 2 часа возрастились назад. Ну, ополченцы здесь долго не побыли. Максимум полчаса не побыли на территории Марьинка. Погибших в Марьинке боевиков батальона «Восток», которые пытались штурмовать город, передадут представителям ДНР в обмен на украинских. Потери понесли обе стороны конфликта. Обычно в этом месте работают снайперы. Сейчас – перемирие. Волонтёры гуманитарной миссии «Чёрный тюльпан» забирают тела. Ну, вот это несут двухсотых ДНРовских морской пехоти, которая здесь погибла на этой улице. Их отнесли туда, их ниже побратимы, и там их оставили. Возвестели с счастливой дороги. Оставили, но мусили их оставить, потому что у них не было выхода, а они могли лягти там и с своими побратимами. Напротив этих «Чёрных ворот» лежали два ополченца. Вот здесь, возле этого дерева. Сейчас даже покажу место, где они лежали. Ну, их оттянули, аж туда достали, их ниже побратимы. Морская пехота Российской Федерации. Вот здесь они лежали. Два морских пехотинца Российской Федерации. Ну, Россия говорит, что их тут нет. Чему же они тут были? Оружие вот мы забрали. Мамая, фамилия, документы у него есть из Владикавказа. Он родом. Семья, дети у него всё есть. Мужику где-то, я не помню, по годам, лет сорок ему. Вот Мамая его написана. Ну и, как сказано, с чем придёшь, от того и умрёшь. А много таких из Владикавказа? Мы же сколько уже дали документов? Трёх. Паспорта, документы у всех там полковники, казачество, морская пехота, спецназ. Вот сейчас вот загрузили 200-го спецназ. У него Бэтмен на руке, татуировка. Спецназ Россия, герб России. Среди погибших и российские наёмники из Владикавказа Сергей Бицоев. По поводу Бицоева, это офицер Российской Федерации, который находится на нашей территории. Есть доказы, есть документы, есть буквально. Трупы. От высширения, даже их трупы, груз 200-9. Вот и я доказал. Несколько дней силы АТО проводили в городе зачистку. Искали группы незаконных вооружённых формирований, которые не успели отступить. Какие последствия бою в Маринке, а также новые подробности о происходящем в зоне АТО, смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Продолжение следует...